В прокуратуру пойдем, потом в суд. Если надо, и на этого летеху напишем. Главное, факты собирать, даже отказные. Вы что, совсем гордо воевать собрались? Видели бы они вот это вот все страдание, да, я понимаю, я там не вовремя вызвала, да, там, не в том месте, но это же не, как бы, не означает, что наливать просто горячую воду и подкладывать просто под детей. Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я неуполномочена. Не могу я принять это ваше заявление? То есть, кроме нас с вами во всей прокуратуре нет ни одной живой души? Уполномоченных никого нет. Он сказал, что это не их дело, как бы, что они заводить не будут по статье халатности. Как бы, вот. Чего его тогда не сажают, если у вас там про него все известно? Значит, нужен там кому-то наверху. Ну, давайте так, вот по этому вопросу я не могу комментировать, потому что, то есть, здесь идет сейчас следствие, то есть, даст оценку. У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Фильм «Левиафан» его обсуждают до сих пор. Одни говорят, это не про нас. Другие уверены, режиссеру заплатили западные спецслужбы, чтобы подорвать авторитет российской власти. Третьи считают, картина отражает нашу действительность. Коррупция, трагедия маленького человека, безысходность. Как бы то ни было, в реальной жизни много таких историй, которые легко бы могли стать сюжетом для нового фильма. Например, случай в Идренском районе края, где медики обожгли двух новорожденных близнецов. Казалось бы, факт налицо, но уголовное дело не возбуждали полгода. Мы не можем ничего утверждать, но это тоже факт. Жена прокурора района, заместитель главного врача местной больницы. О том, как обычный человек пытается бороться с системой. Мой большой репортаж. Идринский «Левиафан». Когда протираешь кремом, впитывающим, рассасывающим, они, естественно, ревут. Это уже шрамы чуть-чуть поменьше. Это самый большой. Вот поменьше. Самый большой. Он был вот отсюда вот и вот отсюда вот. Ожог. Тогда я просто не видела и не понимала, какие там просто ожоги. И как дети страдают. Это случилось шесть месяцев назад, в августе. Хотя появиться на свет, близнецы должны были позже. У Оксаны с мужем уже есть две дочери, поэтому мальчиков в семье очень хотели и ждали. Артем и Ярослав родились на два с половиной месяца раньше срока. Мама Оксана рассказывает, роды начались внезапно. Заболел живот, женщина вызвала скорую. Но повезли ее не в роддом, а в пункт скорой помощи. Вот здесь рожали, да? Да. Вот тут дети лежали. Вот здесь вот. Вот тут сама я лежала, а здесь лежать здесь. Вот здесь, в этом небольшом кабинете, все и произошло. Мальчики не дышали. Врачи принесли кислородные подушки, а чтобы сохранить температуру тела новорожденных, подложили под них емкости с горячей водой. Оксана рассказывает, слышала, как кипел чайник, и через несколько минут воду налили в емкости. Дети задышали и сразу заплакали. Минут десять медики проводили нужные манипуляции, а близнецы не успокаивались. Мама говорит, только сейчас понимает, что все это время по их телу бежал кипяток. Когда это обнаружили врачи, малышей сразу же унесли, а женщину отправили на обследование в Минусинск. Ну, естественно, никто не видел этих ожогов. А когда вот мне в воскресенье или в понедельник показали вот эти вот фотографии в Минусинске, то я, конечно, в шоке была. И ревела, и что только со мной там не было. Просто тяжело было. Сколько людей я спрашивала, ну, можно было просто не подкладывать эти грелки, а сразу уже унести детей в роддом, просто поднять их. Вот и все, на третий этаж. Кстати, роддом открыли в этот же день. До этого он был на ремонте, потому что единственный врач ушел в отпуск. На следующий день перед мамой извинились, но при этом намекнули, мол, сама виновата. Извини, пожалуйста, у нас так бывает, ну, понимаешь, вот, казните нас, алиминуйте. Нет, я не простила. Министерство здравоохранения уверены, врачи сделали все возможное. А вот мама родила не вовремя и не там. Ей предлагали ехать в перинатальный центр в Красноярск или в Минусинский роддом. Но она отказалась. Есть вина женщины, существенная вина, потому что она привела к тому, что дети родились не в том месте, где им могла бы быть сразу оказана квалифицированная помощь. Родить эти дети в Минусинске, как это и положено, естественно, не при закрытом родильном отделении, они бы получили согревание и кислородную терапию. Все, они бы получили ее в специально предназначенных инкубаторах, что привело бы вообще к такой ситуации, не привело. Тем не менее, такая ситуация произошла. У детей ожоги второй и третьей степени. Несколько дней малыши были в шоковом состоянии, а потом еще полтора месяца на обезболивающих. Да, спасибо, что они приняли роды. Да, они хорошо приняли. Но когда просто пришла Бондаренко, они начали все трястись. Как не знаю кто. Что она главный врач, что, видимо. Врач-неанатолог. Она же не уследила, получается, за детьми, что под них положили грелки, она даже их не трогала. Она только распорядилась, что грелки надо и воду готовить, и все. То, что произошло, врачи, видимо, решили, как говорится, замять. Хотя по закону о таких случаях медучреждение сразу же обязано сообщать в полицию. Главный врач Ирина Бондаренко твердит. Те самые грелки акушерки якобы принесли без ее ведома. Грелки были целые, они не лопнули, как сказала Оксана в эфире. Они все были целые, и с них не бежало. Что там случилось, вот поверьте мне, я даже сказать не могу, не знаю. При этом тут же главный врач говорит, мол, грелки вообще не видела. После того, что случилось, они вдруг исчезли. Я вот тоже не знаю, понимаете. И технически я вам ничего не могу сказать, потому что грелки, видимо, в силу эмоционального стресса, вот куда-то персонал, не знаю, спрятал. Спрятали грелки? Ну нет их найти. А вы? Мы их искали. Приходили, милиция приходила, искала, смотрела грелки. Я даже не знаю, вот как они выглядели. Розовые, голубые, зеленые, я их не видела. У меня другая была задача. То есть грелки целые, исчезнувшие, а дети обожженные? А дети обожженные. И что произошло? Я не могу сказать, вот что случилось. Вот просто для меня это тоже... Но вы же понимаете, что это бред. Это не бред, это факт. Грелки были целые, они не лопнули. Я даже не знаю, вот как они выглядели. Розовые, голубые, зеленые, я их не видела. Как выяснилось позже, это были и не грелки вовсе, а емкости для льда, которые, естественно, не предназначены для кипятка. Их принесли из хирургического отделения больницы. Сейчас в этом отделении таких емкостей вообще нет. Они все куда-то пропали. У вас есть грелки? Нет, у нас только для льда. А покажите, пожалуйста. Ну как, нет? Ну нет, ну видите, закрыто. Я не знаю, сколько там было. Ну 3-4 было. А где они все сейчас? Забрала старшая себе. Забрала старшая? Ну там, ну там будет, для описи, для чего там они поискают. Не знаю. А они какого цвета? Ну всякие, зеленые, красные. Синие, да? Синие. А теперь вернемся к маме близнецов. 22-летняя женщина со средне-специальным образованием. Двое обожженных детей. И это факт. И она не знала, куда обратиться. Пошла в прокуратуру. Там ей ответили, мол, пишите заявление дома. Как писать, что писать, не объяснили. Тогда женщина решила обратиться в следственный комитет. К маме его пришла, а он сказал, что это не их дело, что они заводить не будут по статье «Халатность». Какими фактами руководствовались и в прокуратуре, и в следственном комитете сказать сложно. Но ни в том, ни в другом ведомстве заявление у пострадавшей не приняли. Можно только предположить, что тут роль сыграла то обстоятельство, что жена прокурора работает в больнице. Она заместитель главного врача по медицинской части. После того, что случилось, ушла на больничный. Кстати, искать те самые емкости для льда, которые врачи называют грелками, отправили именно ее. После этого их никто не видел. Екатерина Анатольевна, выйдите, пожалуйста. Поговорить с ее мужем, прокурором, нам все-таки удалось. Правда, приема пришлось немного подождать на лавочке прямо напротив комнаты отдыха с большим бильярдным столом. На вопрос, почему полгода дело не возбуждали, прокурор заметно волнуясь, ответил, их ведомство делало все по закону, эта полиция плохо работает. Якобы прокуратура всячески пыталась дать делу ход, а жена тут совсем ни при чем. Давайте так, по этому вопросу я не могу комментировать, потому что здесь идет сейчас следствие, даст оценку по данному факту. Она роды не принимала, могу сразу сказать, что моя супруга не присутствовала. Она не присутствовала, но она отвечает за это. И за то, что роддом был закрыт, она тоже отвечает. Ну, давайте так, я вот не готов ответить на этот вопрос, потому что требуется предварительное расследование, что, как было. В рамках действующих законодательств прокуратура не возбуждает уголовные дела, возбуждает следственные органы. То есть материал находился в производстве нашего отдела Краснотуранского. То есть они принимали решение об отказе возбуждения уголовного дела. Здравствуйте, я хочу заявление подать. По факту ожога моих детей. Но еще раз вернемся к маме близнецов. Третьей инстанцией была полиция. Там заявление приняли, но дело, как вы поняли, так и не возбудили. Заместитель начальника отделения полиции Алексей Самотохин признается, скрывать нечего. Это дело им просто не давали возбудить. Когда возникал вопрос о принятии решений, данные все решения были согласованы с прокуратурой района. Мне за себя лично не страшно. Я больше переживаю за ее ребятишек, если честно, чем за свою судьбу. О том, что прокурор, мягко говоря, лукавец, рассказывает депутат районного совета Дмитрий Абубакиров. Сейчас он помогает Оксане добиться правды. Вообще вот эта коррупционная схема, мы все говорим о ней, что коррупция существует, но как она в реальности действует, вот как прокурор, например, имея какие-то связи в больнице и так далее, как он может это все блокировать, движение по делу. То есть вот конкретная ситуация вот с этим человеком. То есть орган полиции, естественно, под давлением прокурора принимает какое-то решение. Прокурор, он это решение отменяет по любому надуманному основанию. То есть отменяет и это дело, получается, не выходит за рамки района. То есть все время оно крутится. Проще говоря, полиция хочет возбудить уголовное дело и согласовывает свое решение с прокуратурой, получая четкие рекомендации. Возбуждение уголовного дела отказать. Нет состава преступления. Полиция отказывает и направляет документы в прокуратуру. Там это решение признают незаконным и отправляют на дополнительную проверку. И так пять раз. А если бы прокуратура согласилась с полицией, об этом деле сразу же бы узнали на уровне края. Дмитрий Абубакиров уверен, если бы здесь не было конфликта интересов, прокуратура давно бы возбудила уголовное дело. Он мог отменить материал и направить его для производства предварительного расследования. То есть вот простым языком, для возбудить уголовное дело и уже в рамках возбужденного уголовного дела проводить проверку расследования предварительно. Этого почему-то в течение полугода, пока она мучилась, бегалась там по всем инстанциям, он не делал. Делу дали ход только после того, как об этой истории рассказали на одном из федеральных каналов. Буквально на следующий день. Оказалось, тут же нашлись основания для возбуждения уголовного дела. Причем сразу по двум статьям. 118-й – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и 293-й – халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас этим занимается второе управление по особо важным делам Краевого следственного комитета. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, после которых будет решаться вопрос о предъявлении обвинения. Я могу сказать совершенно четко, что мы постараемся сделать так, чтобы все причастные к данному происшествию, к данному преступлению люди и персонал, и руководство данного медицинского учреждения были привлечены к уголовной ответственности. А кто из правоохранителей, которым обращалась мама близнецов, понесет ответственность? Пока ответить на этот вопрос нельзя. Известно, что в Краевой полиции все еще продолжается служебная проверка. Руководство Главного управления выясняет все обстоятельства, почему уголовное дело не возбуждали пять раз, были ли на это объективные или субъективные обстоятельства, и кто за это понесет ответственность. До сих пор идет проверка и руководством Краевой прокуратуры. Там уверяют, проверяли все – и медицинскую сторону истории, и работу правоохранительных органов. Утверждают, не обошли стороной и проверку на предмет конфликта интересов. Не повлияли ли семейные отношения прокурора района и заместителя главного врача районной больницы на объективность, оказывалось или нет влияние на местных полицейских со стороны прокуратуры. Но результаты пока неизвестны. Свою проверку уже провели в Министерстве здравоохранения края и ответственных наказали по-своему. Дисциплинарные наказания в виде выговора вынесли главному врачу и персоналу. Одна из акушерок уволилась сама. И все. При этом в Министерстве уверяют – семью не бросят и готовы помогать. Ситуация нетривиальная. Медики действовали в условиях ограниченного времени и возможностей. Поэтому сейчас следователи занимаются изучением всех обстоятельств, опросами свидетелей. Я думаю, что они вынесут свой вполне законный вердикт по этому поводу. Как нужно помочь малышам? И вы будете в этом участвовать? Безусловно. Еще раз говорю, в этом отношении Министерства здравоохранения, как министр, обещаю, что требуется от меня, помощь я буду, безусловно, оказывать. Маме даны рекомендации были. Но вот ситуация такая. У нас она, насколько мне сообщили, появилась в глазном центре, потому что, учитывая недоношность деток, есть проблемы с глазками. Соответственно, требуется появиться и у хирургов. Если мама захочет еще, на нее выйдут. Такую консультацию мы устроим, потому что сейчас требуется больше процесс наблюдения. А еще в будущем требуется несколько курсов физиолечения, через несколько лет несколько пластических операций. В этом, говорят, Минздраве готовы помочь. Только были бы все эти проверки, вся эта обещанная помощь, если бы об этой истории не говорили журналисты. Если бы мать близнецов, пройдя несколько кругов по правоохранительной системе, опустила бы руки и осталась сама со своими проблемами. В прокуратуру пойдем, потом в суд. Если надо, и на этого летеха напишем. Главное, факты собирать, даже отказные. Вы что, совсем гордо воевать собрались? Видели бы они вот это вот все страдание, да, я понимаю. Я там не вовремя вызвала, да, там не в том месте. Но это же не, как бы, не означает, что наливать просто горячую воду и подкладывать просто под детей. Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я неуполномочена. Не могу я принять это ваше заявление? То есть, кроме нас с вами, во всей прокуратуре нет ни одной живой души? У полномоченных никого нет. Он сказал, что это не их дело, как бы, что они заводить не будут по статье «Халатность». Как бы, вот. Чего его тогда не сажают, если у вас там про него все известно? Значит, нужен там кому-то наверху. Ну, давайте так. Вот по этому вопросу я не могу комментировать, потому что, то есть, действительно сейчас следствие, то есть, даст оценку. У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет. Каким будет финал в Идринском «Левиафане» и повторит ли он финал фильма Андрея Звягинцева? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok